26 лет назад Украина закрепила истинность существования украинского народа. В этот день, в 1996 году, Верховная Рада приняла основной закон страны – Конституцию. Документ, в котором прописаны права и свободы украинского народа. И сейчас украинцы героически защищают их на поле боя, заявил президент Владимир Зеленский. В своем видеобращении глава государства подчеркнул, что будут соблюдены все нормы Конституции относительно территориальной целостности Украины, а враг обязательно будет изгнан. Нормы Конституции позволяют расшифровать генетический код нашей нации. Найти ответ на два главных вопроса – что такое Украина и кто такие украинцы. Это наш детальный портрет. И особенно сейчас, во время полномасштабной войны, ярко проявляются его главные черты. Мы приняли основной закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищает свое государство для нас основной закон. Не мы начали войну, не мы первыми стреляли и не мы первыми напали. Мы защищаем Украину – суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство. Наш суверенитет распространяется на всю территорию. Мы – унитарное государство. Наша территория в пределах существующих границ едино и неприкосновенно. Поэтому на востоке и западе, на юге, севере и в центре наш народ героически бьется за эти принципы и вторую статью нашей Конституции. Мы будем биться за каждый метр нашей земли, до последнего глотка воздуха. Потому что изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира – это восьмое чудо, для врага – девятый вал, а для нас – семнадцатая статья Конституции Украины. Защита Украины – важнейшая функция государства и дело всего украинского народа. У нас нет другого выбора, чем защищать свой выбор. Наша обязанность – защищать наши права. Права, гарантированные Конституцией. За все это мы сражаемся сегодня. Чтобы отстоять, освободить и восстановить. Чтобы у наших будущих поколений были права. У нашего поколения нет права сдаться. И у нас нет такого желания. Враг не сможет осознать силу, с которой мы готовы сражаться. За свою свободу и за свои права. Тот, у кого этого нет, никогда не сможет лишить этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание. И оно наступит. Наступит и мир. Все安全ное, своими и преследованиями. Для других женщин.